Центральная аллея города может стать непроходимой на прогулочной зоне в середине Октябрьского проспекта. Установили новое желтое ограждение. Прохожие не понимают, зачем это было сделано. Не поняли, как ни странно, и в городской администрации, которая и распорядилась их монтировать. Речь идет о перекрестке Октябрьского проспекта и улице Труда. Накануне там установили глухой забор, который преграждает путь людей, гуляющих по аллее. Впрочем, в мэрии уже заявили, что установить это ограждение было бестолковой идеей. А нам стало интересно, кто кого в этой истории назвал бестолковым. Все подробности материаля Артема Миронова. Новое желтое ограждение заметно отличается от прежнего, которым ограждена большая часть центральной аллеи города. На пересечении Октябрьского проспекта и Труда сейчас сплошной забор. Чтобы его преодолеть, нужно либо перелазить через препятствия, либо обходить, переходя три дороги. В том, что в новом заборе есть хоть какая-то необходимость, сильно сомневаются и прохожие, и автомобилисты. Зря это сделали. Вот я каждый день гуляю туда и сюда, и это мне выходит, что я так должна каждый перекресток обходить по два раза. Что нам сейчас? Переходить три дороги? Если бы мы ходили по аллее, вроде бы поддоровненько ходили. Черту специальную, такую сделать, где именно? Должна машина остановиться, чтобы человек мог бы спройти здесь все. Светофоры есть, я считаю, нет, это неправильно. Люди гуляли, катались, а сейчас через проезжую часть ходить, ну это капец. Слушайте, я даже удивилась, когда увидела, что вчера их ставят. Пешеходам они очень мешают. Тут, собственно говоря, машины всегда стоят и пешеходы пробегают. А это ограждение на все той же аллее, но уже на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Герцена. Рабочие тоже сначала сделали сплошным. Спустя какое-то время им пришлось вернуться на место и переделать, сделать отверстие. Впрочем, прохожие не понимают, зачем было изначально делать сплошной забор. Ну это уже, как говорится, такие люди, которые ничего не соображают. В ГИБДД и в дирекции дорожного хозяйства пояснили, желтые сплошные заборы на Октябрьском проспекте устанавливают, чтобы предотвратить аварии. На пересечении с улицей Труда, например, за последние годы произошло 6 ДТП. В результате одного из них погиб человек. Глава городадминистрации Илья Шульгин согласился с тем, что безопасность превыше всего. Но уверен, что обеспечивать ее нужно уж точно не желтыми заборами. Об этом он внезапно заявил накануне вечером на закрытой встрече с ГИБДД. Безусловно, безопасность превыше всего. Но давайте обеспечивать ее другими методами. Перекрыть в нескольких местах аллею, которая исторически является прогулочной зоной. Это самый простой и одновременно самый бестолковый способ повышения безопасности. По сути, по отношению к кировчанам это выглядит так. Мы не смогли создать для вас безопасные условия, поэтому просто перегородим пешеходную зону, по которой вы привыкли ходить. По такой логике можно и весь город закрыть для пешеходов. Илья Шульгин приказал прекратить установку желтых заборов. Правда, чем обезопасить опасные участки Октябрьского проспекта не уточнил. Подумать над этим глава городадминистрации поручил своим заместителям и представителям дирекции дорожного хозяйства. Следующая встреча по теме новых ограждений состоится 15 октября. Артем Миронов, Никита Рябинков, информационный канал Город.